Наша сегодняшняя программа открывает еще одну новую рубрику в гостях у художника. Может быть, многим из вас покажется странным, что в наших программах мы так много внимания делаем артистам, музыкантам, художникам, одним словом людям творчеством. На самом деле, ничего странного здесь нет. Согласитесь, все мы в той или в иной степени тянемся к духовности, особенно здесь, в Канаде, в стране, безмерно богатой в бытовом отношении, и в стране, где многие из вас жалуются на отсутствие той культурной среды, в которой вы привыкли жить в бывшем Советском Союзе. Это и театры, и музеи, и концертные и выставочные залы, и многое-многое другое. Более того, отсутствие этой настоящей, творческой, питательной среды, несомненно, способствует, казалось бы, незаметному разрушению того духовного фундамента, который был в нас заложен с детства. Да, не хлебом, единым же человек. И поэтому цикл программ «В гостях у художника» мы посвящаем реставрации духа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это имя достаточно известно среди профессионалов. В свое время Михаил Шемякин и Эрнст Неизвестный, начиная свои первые саги на Западе, именно ему доверили свою творческую судьбу. И в этой галерее мы обратили внимание на работы художника Якова Исхадзе. А когда узнали, что он живет в Торонто, мы встретились с ним и сразу почувствовали соприкосновение с настоящим искусством. Итак, мы в гостях у художника Якова Исхадзе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И когда он увидел, что у меня есть именно дар от Бога, прямо с рождения, он всегда уговаривал меня, Яша, ты должен стать только художником. Это есть твое признание, это есть твое призвание и нет у тебя другого выхода. И вот я начал в детстве, рисовал очень много, получил многие, понимаете, призы в школе, в художественном училище, еще в Академии. Первый приз получил еще в 70-м году. Газета «Молодой коммунист», бывший молодой коммунист, Грузия, организовала республиканскую вистовку, и там я получил первый приз, понимаете, в этой вистовке. Так что я думаю, что как педагог и как художник, я думаю, что может быть я могу стать или хорошим адвокатом, или доктором, медицинским доктором. Но я думаю, что лучше профессии, чем быть художником, показать красоту, жизнерадостные люди, своими чувствами, в красках, в мнениях, показать людям, дать им радость и чувства, приятные чувства. Я думаю, что лучше этой призвании профессия не придумает. Родился Яков Петхадзе в Грузии, закончил художественную академию в Дмитрии, и, как говорит сам художник, на него оказало большое влияние искусство Ренессанса и русская икона. В Грузии же Яков Петхадзе сам писал иконы и расписывал соборы, в частности знаменитый монастырь городом Селькин. Художник владеет в совершенстве искусством портретной живописи, являющейся одним из труднейших жанров искусства. И неудивительно, что портреты грузинских женщин предстают перед нами, как лики святых. И когда смотришь на женские портреты Якова Петхадзе, невольно вспоминаешь строки Игоря Северянина. Женщина с певучими глазами терпеливо будет ждать ответ. И, конечно же, поражает своим многообразием и многоцветием пейзажи Грузии. Природа как бы растворилась в художнике, или, точнее, он растворился в природе. То, что вы можете увидеть у каждого художника, я стараюсь, чтобы показать именно свое «Я». И в цвете, и в композиции, и особенно в портретах. Я не собираюсь, чтобы показать портрет, только чтобы показать наружный мир того или этого человека, которого я рисую. Я стараюсь, чтобы показать именно внутренний мир человека, который не показывает свой внутренний мир наружу ко всему. Они сохраняют свою мысль и свои чувства для себя. Они не показывают никому. И когда смотрите, понимаете, на работу, которую я создаю, это будут женские или мужские портреты, вы чувствуете, что они думают, они мыслят. Они здоровые люди. И в этом есть красота. В этом я вижу красоту человека, понимаете. Я не стараюсь, чтобы показать человеку, женщинам, мужчинам и детей в таком, понимаете, что они нуждаются в какой-то помощи. Наоборот. Я всегда стараюсь, чтобы показать красоту человека, силу человека, мужество человека, понимаете. Потому что в искусстве мы не можем показывать то или такое же, понимаете, композицию, которая может дать зрителю неприятные чувства, понимаете. Зрителю должен получить от создания художника, от изобразительного искусства или что-то, картин или композиции, не имеет значения, это будет красный или это будет лилий, должны получить удовольствие. Чтобы они сказали, что именно художник хочет нам дать. Вот это я ищу. Это искра и буду искать. В 1972 году Яков Пичхаза женой переезжает в Израиль, где уже окончательно формируется как художник. За 12 лет Яков добивается полного признания и становится значительной фигурой в искусстве страны. Его принимают члены Союза израильских художников, все его выставки открывают видные политические деятели Израиля, такие как Шамон Берес, Исхак Шамир, Ипраим Кацир и другие. Также в Израиле он ведет большую общественную деятельность, которая выражается в организации выставок, собранные средства от которых идут на различные благотворительные нужды, помогает новоприбывшим художникам. Выставки Якова Пичхаза проходят в Германии, Бельгии, Голландии. Немецкая и французская пресса пишут о Пичхазе как об израильском рембрандте. В Израиле родились два сына. Оба рисуют, оба талантливы. И, как утверждает сам Яков, я в их возрасте так и не рисовал. Яков не перестает повторять, что жена, создавительница или служа его возраста. Яков Пичхаза не только художник. Глядя на его полотна, смело можно назвать его и поэтом, и музыкантом, и философом. Это тонкий эстет и мыслительность. Серия портретов раввинов каждый по-своему передает богатый духовный мир всех, кто черпает из неистекаемого источника книгу книг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для меня нету разницы, допустим, если я буду работать в ремисон-стайле, или буду работать в импульсионном стиле, или современный стиле, модерный стил, или реальческий. Для меня не все одно и то же. Я всех люблю. Я люблю все техники, которые есть в мире искусства. Потому что нет никакой разницы. Если я скажу, что нет, я люблю только так, и меня, извините, художник, который держится в одной направлении и только рисует в одной технике, что-то не в порядке у него. И меня, извините, пусть извинят все художники, но художник должен иметь, понимаете, очень развитый вид, мир искусства. Он должен, помните, работать во всем мире искусства, чтобы он показал, насколько его внутренний мир богат. Сейчас Яков Пичхадзе вместе с семьей живет в Торонто. Канада сразу же признала его как мастера. Через несколько месяцев после переезда в Канаду одна из самых престижных галерей Торонто, Heritage Gallery, выставляет работы Якова Пичхадзе и сразу же продается из 20-18 работ, каждая стоимостью от 6 до 12 тысяч долларов. Надо сказать, что сегодня художественный рынок является не рынком товаров, не рынком картин, а является рынком имидии. То есть художник является товаром, а картины являются следами, которые остаются. Музыка 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 Когда я смотрел на эти процессы и то, что я почувствовал из оригинальной техники, я спросил первую, где он учился, когда он мне сказал, что он много лет работал в монастыре, в Грузии, и он учил и работал над айконами, а в айконографии я видел вот эти его портреты, они из школы айконографии, потому что они все разработаны таким способом, что не как патриотист, модерный патриотист или даже классический патриотист, я видел много таких работ в русских и французских, большинство итальянских и голландских, художских, но то, что я почувствовал здесь, искренне напоминает Ренессанс, период Ренессанса. Рембрандт, Рубин, это один калитр, я думаю, ого, этот человек имеет глубокие знания и чувства для класса этого периода Ренессанса. Я не продолжал думать по этой линии, но сказал, что показать вот этого художника нужно, чтобы представить его как человека, который имеет кормить классическую, хорошую, самую лучшую историю искусства. Насколько успешной была выставка? Очень интересно, очень интересно, люди подумали об этом, мне такой выставка, после выставки я в галерее держал эти работы, показал, продал. И знаменитые коллекторы купили, хорошие коллекторы, которые знают, знали хорошо, понимали эту работу, да. В Канаде я почувствовал, я не знаю, какую-то силу, внутреннюю силу, понимаете, что мне хочется делать что-то другое, что-то новое. Не то, что я делал в Израиле, не то, что я делал в Грузии, а именно что-то другое, понимаете. Я сам себе задал вопрос, Яша, можешь ты жить в этой эпохе и не делать то, что, допустим, эпоха требует, я имею в виду современный вид искусства. Это будет абстрактный, или это будет современный, или сюрреализм. И я вот начал делать, понимаете, именно современное искусство. Модернистские полотна Пичхадзе – это непридуманный космос. Это простая человеческая расщепленная действительность, реальность без прикрас, реальность в пятах, тематическое и эстетическое противоборство. Мрак развеян, и величие света стало нераздельно зло сразив. Добро пребудет в этом мире беспредельно. Это четверостишие шата Ростовели как нельзя точно характеризуют поиск художника в новом для него жанре и технике. И я бы очень хотел, чтобы в каком-то роде создать, это есть мой, так сказать, самое большое желание моей жизни в Исканаде, чтобы создать круг наших русских художников. Я не говорю, понимаете, о гражданстве или украинском русском. И все выходит перед Советским Союзом. Я очень бы хотел, чтобы создать круг этих художников и предложить им, чтобы они должны создать нашу жизнь своими руками, не ждать никого. Не ждать, что кто-то придет и купит картину. Или же кто-то придет и поможет. Мы сами должны создать свою жизнь. Это и есть западный мир. Мы должны собраться. Если, допустим, я, вы можете сказать, что я счастливее. Я счастливее, потому что я всегда старался, чтобы и с художником, и с бизнесменом тоже. Потому что в свободном мире, в западном мире, быть только художником – это очень опасный путь. Все стараются обманывать себя. Все стараются уничтожать себя. Забрать все работы за копейки, а потом они наживаются на этих. А почему это должно быть так? Мы должны сами себя ввести, не только как художник, но и как бизнесмен тоже. Нужно знать, что делать, как делать, как организовать, как продать. И понимаете, все это нужно, чтобы все художники, хоть и союза, должны знать основу бизнеса. Недостаточно быть хорошим художником. Нужно быть и хорошим бизнесом. Яков Пичхадзе Яков Пичхадзе прошел очень трудный путь в Израиле. Художник не ждал, когда судьба будет благосклонна к нему. Он сам строил свою творческую биографию на Западе. Всегда много работал. Преподавал в Израиле, и здесь, в Торонто, продолжает преподавательскую деятельность. Не все должны быть педагогом. Я имею в виду дипломированный педагогом. Но как художник? Это и есть педагог. Когда вы показываете ваши работы на выставке, понимаете, вы есть и педагог. Я даю уроки в мастер-классе и даю уроки детям, понимаете, и от начинающих, и от продолжающих. Особенно я очень стараюсь, чтобы дать то знание, которое у меня есть будущим поколением. Потому что, к сожалению, здесь именно в Канаде, к сожалению, я еще раз это говорю, будущие поколения в роте отходят от той красоты, которую изобразительное искусство может дать. Мы должны, особенно родители, я очень бы хотел, чтобы родители уделяли внимание своим детям, чтобы они развили именно знание изобразительного искусства для своих детям. Потому что в искусстве, в изобразительном искусстве, в рисовании или же в живописи, они всегда найдут свой внутренний мир, любовь к жизни. И дети развивают сам себя. Иногда говорят, что я бы не хотел, чтобы мой символ художника. И не надо быть художником. Мы не должны развить именно внутреннюю любовь или чувство к миру. Знаете, можно сказать, что иногда очень важно, чтобы ребенок познал себя, где он находится, как он видит этот мир, в каких красках он видит этот мир. Картины Якова Пичхадзе заряжают своим оптимизмом, энергией. В них удивляется сочетание темперамента и силы, и в то же время мягкости и покоя. И в какой бы технике они бы не были выполнены, и к какому бы периоду они не относились, они заставляют себя остановиться и задуматься о том, как быстротечна жизнь. И ты невольно ощущаешь на себе дыхание вечности. Надеемся, что знакомство с творчеством Якова Пичхадзе не оставит вас равнодушными. Тем более, что такой мастер живет здесь, в Торонто, среди нас. Яков Пичхадзе и сейчас полон творческих замыслов и идей. В его планы входят объединение художников, прибывших из бывшего Советского Союза, организация выставок, создание художественной школы. А главное, на наш взгляд, чтобы мы с вами не остались в стороне от того, что могло бы духовно обогатить нас и наше будущее поколение. Канада многонациональна, и каждая комьюнити пытается сохранить культуру своего народа. Что же касается русскоязычного населения, то могу сказать только одно. Из какого бы уголка бывшего Советского Союза мы не приехали, и к какой бы национальности мы не относились, все мы воспитывались на лучших примерах и традициях многонациональной российской культуры. И поэтому в нашу задачу входит не только сохранить эту культуру, а также открыть канадцам наш эмоциональный и духовный мир. Что знают они о нас? О людях, объединенных общим названием, русскими. Итак, наша программа подошла к концу. Мне остается добавить, что в следующее воскресенье вас ждет встреча с архитектором Антоном Маргулисом. Итак, до свидания, до следующего воскресенья.